Вы даете согласие на эту запись и на ее публикацию? Да. Как вас зовут? Фамилия, имя, отчество? Год рождения откуда вы? Карташев Никита Игоревич, 21.09. 2001 года рождения, город Волгоград. Как вы попали в Украину, если кратко? Посадили, правильно. Это очень кратко. Да, это очень кратко. Посадили, правильно листали. Сказали то, что выдвигаемся к сторону границы, потом уже увидел украинские флаги и все остальное. Я понял. Когда увидели украинские флаги, что подумали? Ну, то, что ничего хорошего не будет. В принципе, нецензурные высказывания допускаются, если вам так будет удобнее. Успели пострелять в кого-то куда-то? Нет. Нет? Почему? Я механик, как стрелять начали, я даже из машины не выладил. И как попали в плен? Ну, получается, машина сломалась, мы три дня шли лесом, и там уже местным жителям сдались. Как сдались местным жителям? Как произошло это? Сначала просто с ними поговорили, но испугались, что нас убьют. Разошлись с ними, и там уже через 3-4 часа нас в круг взяли. Нет, правильно. Это уже вы были в той группе, там уже человек более подробно рассказывал. Нет, не отвечаю. Что человек более подробно рассказывал? А вы контрактник? Ну, вообще-то построили 22-го числа. 22-го, может, 2-го, сказали, что контрактники, типа, теперь контрактник, и все. А до этого вы были срочником? Да. То есть, как это построили, сказали, теперь вы контрактник, а подписывали вы контракт? Нет. Ну, именно подписывать какую-то бумажку, то, что контракт пришел, еще что-то я не писал. Так вы срочник? Ну, по факту, да. Тогда вы присягу приняли? Ну, 25-го, 07-го, 21-го года. 25-го июля? Ну, да, 25-го, 06-го меня призвали, через месяц. Вы были солдатом? Ну, в учебку попал, наверное. В учебку. Сколько вы стреляли? В учебке, и потом уже тут в часть один раз. Сколько в учебке раз стреляли? Один раз перед присягой. Сколько патронов? В 15-м, что-то такое было. А потом в части? В части в магазин. В магазин. Готовы были к войне? Физически, морально и технически? Вообще нет, ни в каком затихе. Я понял. Ну, и вот вы попадаете, значит, в Украину, и говорю еще раз. Кого-то вы что-то спросили, может быть, что мы здесь забыли, вот, что мы здесь делаем? Сказали то, что... Ну, уже потом что-то... Вы какой-то разговор сказали, что мы просто проедем, ничего не будет. И все. Просто проедем. А как вы для себя этот просто проезд представляли по чужой стране? Я уже никак не представлял. Я когда заехал, мне уже все трясти начало. Ну, смешно как-то так. Это может быть нервозное просто, да? Окей. А что вы можете передать россиянам, которые уже в Украине, или которые сюда собираются? Сюда точно не надо ехать. Почему? Ну, во-первых, я не знаю, зачем сюда вообще не едут. И смысл, зачем нас сюда отправляли, потому что... Ну, тут нет ничего. Никаких нацистов, как говорят, фашистов, и вот это вот всего. Сюда не надо ехать. Ну, тут старая, она живет своей жизнью у всех, своя жизнь. Они просто вторгаются в нее. Не знаю, зачем. А что им делать? Ну, вот призвали, вот вы знаете все наперед, вот призвали вас сейчас тут ехать. Что вы делаете? Надо искать способы, чтобы не поехать, ну, как говорят, в Сача, ну, само вольное оставление части, лучше это, чем... Да. А как вы все вообще этих представляли? Нацистов, фашистов? Я не представлял. Нам про это вообще ничего не говорили. Именно про фашистов, нацистов, это уже тут... Тут уже вам сказали про фашистов, нацистов? Ну, да. Ну, как это... За новостями мы не следили, мы жили... Путин же сказал, что деноцификация, то есть, ну, это означает, что он каких-то нацистов здесь собрался уничтожать или истреблять. Вы их много увидели вообще? Ни одного. Неожиданно. А города разрушенные видели украинские? Ну, лично нет. Ну, вот именно... А что, по телеку не разрушил? Нет, по телеку видел, я имею в виду, живую не видел. Ну, я понял, что живую не увидел. Понимаете, что гибнут мирные люди, там все такое. Да. Ну, дозвониться не можем мы ни до кого из вас. Я уже позвонил 8 раз отцу, он сбрасывает. Он видит номер и он сбрасывает. Да, я тебе, не знаю, мать попал бы. Давай. Я просто номер плохо помню. Я остановлю запись, чтобы номер не попал в эфир и потом его не использовали. Мама. Привет, мой любимый. Как ты? Хорошо. Никита, как ты? Хорошо, хорошо. Расскажите, как у тебя здоровье? Да все хорошо у меня. Вы там как? Точно. Да, да. Я не могу, не сплю, не ем. Каждый день про тебя думаю. Каждую минуту. Все хорошо. Не переживай. Все нормально. Живой. Ты папе не звонил? Нет? Что? Ты папе не звонил? Он не ответил. Господи, может, скоро все закончится? Может, скоро будет обмен пленных? Вам ничего не говорят? Ну, говорят, что будет обмен, а когда что? Не говорят. Ну, ты кушаешь так? Да, да, наскольмо. Все хорошо. Не обижают вас? Да, нет, нет. Все хорошо. А у вас что, много там человек? Ну, говорят, много. Именно пленных все. У вас там все хорошо? Ну, да, все нормально. Только все, все мысли про тебя, у всех, я плачусь, я молю, все, 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 все. Да, все хорошо будет. А в комитет матерей там куда-то обращались? Что она сделала? Что они сделала? Я с ней всегда люблю, целую и жду. Это, а вы куда-нибудь обращались, там, звонили кому-нибудь? Куда ты имеешься в виду? Ну, не знаю, там, комитеты, там какие-то комитеты есть. Вот. Ну, везде, Минобороны, они каждый день звонят туда, а у них каждый день сведения обновляются. Звонили вечером, допустим, они говорят, его нет в списке пленных. Мы же все переживаем, опять же они. Ну, так как же вас обменяют, если у вас нет в списке пленных? А? Ну, я журналист. Здравствуйте, меня Владимир зовут. Как вы себе представляете, что его обменяют, вот вы ждете обмен, если его даже в списке пленных нет? Не поняла, еще расскажешь, если его в списке пленных нет, то как его обменяют в качестве пленного? Нет, они говорят, что есть потом. То говорят, что нет, то говорят, что да. Вроде, что есть. Вы знаете, сколько пленных? Не поняла, сейчас скажите. Зачем я это? вы знаете сколько всего пленных более 1200 солдат в плену находится ваш сын сейчас скажет сколько убитых 15000 почти сколько ранен убитых более 15000 раненых более 40 тысяч человек своего сына вы можете посмотреть сегодня видео на телеграм-канале ищи своих можете посмотреть что он жив здоров и его кормят у него все хорошо в отличие от наших граждан если можно еще один вопрос как вы относитесь к тому что происходит в украине конечно плохо отношусь что происходит везде во всем мире и на украине а кого вините вы в том что происходит в том что происходит все хорошо будет скажи сколько раз ты кушаешь день 3 раза в день ваш сын кушает три раза в день у нас люди сидят в подвалах под вашими бомбежками да ничего вы не интересуетесь политикой он же все равно что у нас происходит вы главная политика не интересуетесь все не знаете не знаете ваш сыр есть три раза в плену а у нас люди в подвале сидят без воды и без еды не 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 знаете кому верить не знаете посмотрите украинские каналы по интернету и вы все увидите что здесь происходит ладно все не хочу слышишь алло алло да ладно давай 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 я тебя целую пока люблю дорога пока скажи да скажите никита как быть с ну давайте я выбрал сюжет corona ему же об этом вот в нашем мире с российский путь степень семи с российским к россии с российским пофигизмом к своим же людям ни ких же судьбе но вы имеете ввиду то что вот меня там допустим в списке пленных нет или них это это даже не это даже это уже ваши внутренние проблемы у вас нет списка пленных и многих других нет списки пленных только потому что они боятся показывать реальный список пленных это как бы каждому понятно и это я Я имею в виду, что россияне все понимают, вроде бы ваша мама понимает, что вы в плену, понимает, почему вы попали в этот плен, понимает, что здесь происходит, что российские войска идут в суверенное государство, и все равно мы слышим эти ответы, я политикой не интересуюсь и я не знаю, кому верить. У нас как минимум по телевизору говорят, ну вот то, что было с 2014 года, у нас про это вообще никто ничего не знает, у нас сами СМИ ничего не говорят, а вот именно что-то искать в интернете постоянно блокируют, тех, кто хочет что-то сказать, их сажают. У вас это устраивает? Нет. А что вы сделали для того, чтобы поменять? Вы рыбы. У меня такое впечатление, что в школе учили людей, что 2 плюс 2, 4 будет, да? А вот россиянам для того, чтобы убедиться, что 2 плюс 2, 4, им надо включить 60 минут Скобеевой, и чтобы она им там сказала, что 2 плюс 2, 4, а она им может сказать, что 6. И они скажут, да, 6. Мы не знаем уже, кому верить. Потому что есть факты, как бы очевидные факты, да? Вы здесь, понятно, как вы попали, понятно, что суверенное государство, понятно, все понятно, все вроде бы налицо. Мы не знаем, кому верить. То есть, вот люди отказываются видеть очевидные факты. Ну, это даже уже, наверное, никакой вопрос. Я не знаю. Даже просто. Ну, просто показываем для россиян, как вы докажете, например, что вы не актер, это не постановочное видео, и вас никто не заставлял это все говорить. Потому что они об этом пишут. Как доказать? Ну, документы у нас забрали, телефоны тоже, перед тем, как мы на границу выехали. Не знаю, если будет обмен, то в соцсети я выложу, напишу. Можете у меня сами все спросить. Ну, потом уже, как нас поменяют. Или, ну, что-то как будет, как я окажусь на территории России. Я дам знать. Ну, сами сможете у меня спросить. Лицо у меня, думаю, не поменяется. Из какого города еще раз? Город Волгограда. Город Волгоград. А что там такое примечательное в Волгограде есть? Мать Родина, дом Павлова, панорама. В какой школе вы учились? Мы у лицей номер 9. Классный руководитель? У нас их несколько поменялось. Сначала Наталья Николаевна была, потом учитель физры, химии. Передайте им что-нибудь. Скажите, скажите всем своим школьникам, именно мужского пола, что в армии делать нечего и идти в армию им точно не надо в ближайшее время, пока у нас, как минимум, правительство не поменяется. Вы с нами общались добровольно? Да. Вас готовили к этому делу? Нет. Ты так спрашиваешь, вы с нами общались добровольно, как будто бы, ну, типа, вариантов, как бы, ответа не делали. Я человека вижу 13 минут 55 секунд. Давай на этом и закончили, да, уже запись. Спасибо.